Всем доброго времени суток! Всем привет! С вами Александр Ината. Начинаем прохождение Valiant Hearts The Great War. Игра про войну с достаточно тяжелым сюжетом. Я не знаю насчет юмора, не думаю, что будет его много. Лично я успел поиграть где-то полчасика, и мне показалось, что это будет скорее драма даже. С упором на сюжет. Ну да, в общем, он посмотрел и сказал, что хочу. Все. Вообще, прохождение было под вопросом. Я до сих пор, в общем-то, под вопросом. Надеюсь, у нас все получится, и вы увидите это прохождение. Играть буду с геймпада от PlayStation 4. И это Uplay-версия, соответственно, лицензионная. Ubisoft радует. Да, Ubisoft просто в последнее время выпускает кучу интересных игр. Вперед, 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 вперед. Так, новая игра. Да я знаю, что потеряю. Все хорошо. Первое августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну к России. Союзная ей Франция Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов, после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Франция 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Через пару дней после высылки Карла, войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. Очень много интересных заметок, которые мы будем читать. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник Австро-Венгерского престола Эрц Герцег Франц Фердинанд. Действия нескольких держав, связанных цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооруженному конфликту, который после подключения к нему колонии приобрел глобальный масштаб. 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции, 4 августа Германия объявила войну Британия, 11 и 12 августа Франция и Британия заявили о том, что находятся в состоянии войны с Австро-Венгрией. Формирование армий. Армии большинства участников войны набирались по призыву. В Германии возраст солдат составлял 17-45 лет. Призыв начинался с 20. Срок службы составлял 2-3 года. Во Франции военнообязанными считались мужчины в возрасте 20-48 лет. Служба длилась 3 года. Российская армия набиралась из 21-летних призывников. Они служили 3 года и оставались в запасе до 43-х лет. В годы войны призыву подлежали все военнообязанные мужчины. В Англии к 1914 году имелась лишь небольшая профессиональная армия. До 1916 года войска формировались из добровольцев. Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41 года. Железные дороги. Важнейшую роль в переброске войск на передовую и их снабжении играли железные дороги. Уже в августе 1914 британцы направили к линии фронта инженерные войска для прокладки новых маршрутов. В Германии, которая заранее готовилась к войне, железные дороги находились в превосходном состоянии и охватывали все важные направления. Франция также обладала хорошо развитой железнодорожной сетью. Переброска войск к границе началась уже в день объявления войны и завершилась менее чем с до 2,5 дня. Несмотря на обширность территории, мобилизация в России также прошла успешно. В первых боях германские войска начали одерживать быстрые победы. Оккупировав часть Бельгии, в конце августа они двинулись к Парижу. Французская армия в массовом порядке отступала. Враг легко теснил ее, отбивая все атаки. Многие солдаты попадали в плен или погибали. Период с августа по сентябрь считается самым кровавым периодом войны. В одной только французской армии за это время было убито и ранено 180 тысяч человек. Французские власти выдали это отступление за организованный отход. Началась новая война. За общественное сознание. Пойдем-пойдем. Быстро переоделся такой. А, точно. Стильная такая игрушка. Угу. Так, быстрое обучение по бразильской системе. Че? На тебе, получай. Ага. Так, а. Оп. Оп. И с собой возьму одну. На всякий случай. Похвалил по моему, да? Так. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. То есть это дед, получается? Да. Да. Они в этом что, обижают, что ли? Да, обижают. Хотя, по комплекте, по-моему, он сам кого хочешь обидит. Ну да. Так, ничего нового не появилось. Понятно. Я просто боюсь пропускать. Вот вам. А теперь эти. Угу. Это вот, кстати... Бутылку пер. Да. А еще можно сделать вот так. Оп. На самом деле, вот я чего хотел сказать, забыл. Смотри внимательно на всякие такие штуки. Это... А как я их определю, что они их можно... Они подсвечиваются как-то? Нет. В том-то и дело... Давай почитаем, что это за свисток. Свисток начальника станции. Из-за паровозов вокзалы и железнодорожные станции были очень шумными. В те времена для оповещения еще не использовались громкоговорители, акустические системы и информационное табло. Поэтому железнодорожным служащим приходилось выкрикивать предназначенную для пассажиров информацию о поездах. Ну а лучшим средством привлечения к себе внимания были свистки. Вот так. Тут, я так понимаю, то есть, ну, видела, да, сколько там... Сто? Предметов. Пять штук. А, то есть на этой территории пять штук? Ну, получается так. Там просто в начале игры было написано, сверите сто предметов. Да, да, да. То есть, я думаю, что можно очень много пропустить. Но кнопка-то какая-нибудь загорается или нет? Нет. Ну, вот, например, как вот узнать, что можно туда кинуть? Это я просто, когда смотрел, я случайно, ну, что-то подумал и кинул туда. Да? Да. Возможно, еще где-то. О, у него еще одна бутылка. А он их вообще меняет. Легко. Понятно. Ну, пропусти меня. Да. Вот бутылка. Я не знаю, зачем она. Ну, возможно, как раз вот рядом поставили ему отдать. Необязательно тут. Нет, он бы не взял ее. Так, новые заметки. Он конкретно белый хотел вина. А, смотри-ка, дневник даже. Тут какой-то есть. 12 августа 1914 года. Сегодня первый день моей подготовки в военном лагере. Не могу удержаться от мысли о Карле. Его, наверное, точно так же сейчас муштруют в Германии. Объявление войны крепко ударило по всем нам. Надеюсь, Марий с соседями вовремя успеет собрать урожай. 12 августа 1914 года. Вот, второй герой. Не могу дождаться того момента, когда смогу вступить в бой. Может быть, тогда раздирающая меня изнутри боль хоть немного утихнет. Давай я прочитаю. Давай. 1 августа 1914 года. Сегодня в 4 часа дня по всему Парижу зазвонили колокола, нагоняя страх. Какой-то человек на улице сказал мне, что это был сигнал к мобилизации войск в случае объявления Германии нам войны. Нужно написать отцу и выяснить, что происходит в Бельгии. Так. Это Карл, да? Да, это Карл. Снова оказавшись в Германии, я как-то странно себя чувствую. Хотя бы за Мари и Виктора я спокоен. Эмиль сможет о них позаботиться. В ближайшие месяцы волнение наверняка уляжется. Ведь все это так бессмысленно. Так, это у нас Мария. После Карла нас покидает и папа. Зачем его призывают? Неужели изгнания из здешних мест моего любимого было недостаточно? Зачем они еще и папу хотят одеть военную форму? Он ведь слишком стар для того, чтобы сражаться. Теперь я осталась совсем одна. С маленьким Виктором на руках. И неубранным урожаем. То есть, получается, у нас пять героев будет, на которых вся игра будет по сюжету основываться. Или еще добавится. Ну ладно, увидим. Письмо французского солдата. 14 августа 1914 года. Дорогие родители, нас подготовили к отправке на фронт. Будем отбивать у немцев Альзас и Лотарингию. Не волнуйтесь, к Рождеству уже буду дома. С любовью, Марсель. Пять штук, да? Каска. Какая-то фиговина непонятная. И что там еще? Час. И какая-то штука длинная. Ну да. Непонятно тоже. Ой, я не знаю. Не думаю, что есть смысл прям сильно так уделять внимание. Но... Конечно, будет обидно, если будем много пропускать. Что-то хочет. Музыку хочет. Музыку. Да? Да? Ой, смотри, там наверху что-то лежит, я вижу. А, вот эта длинная штука. Да, да, да. Вот я и говорю, короче, смотри за блестящим. Да, она не блестящая. О. А, точно, сейчас. Ага. Вот так вот. Вот так вот. Перо. Ага. Металлическое перо. Ага. Заостренные гусины. Ага. 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 злодеи просто да а у нас уже есть на ладно а то есть ты не нашел эту штуку это 21 августа 1914 года полка миле был направлен в бой против 71 германской дивизии барона фондорфа первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем то есть получается все мы пошли оттуда до стойте нет смотри-ка получается еще есть возможность найти я не знаю ладно короче а а да да а а и и и а А, беги! Успею, успею, успею! Ой! Жуть какая! Ой! Тьфу ты! На заднем фоне вообще просто кошмар. Ага, куски такие лежат прямо. А-а-а! Эйми! Мадемуазель Шайон. Рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Германский шлем. Легендарные остроконечные германские шлемы Пикельхаубе и Пикельхельме использовались в армии до 1916 года, когда их заменили на гораздо более практичные стальные каски. Отдельные части шлема, в том числе заостремная верхняя часть, служившая защитой от сабельных ударов, различались в зависимости от звания, войсковой принадлежности и оружия бойцов. На некоторых экземплярах Пикельхельма навершие было шарообразным. Огневый труд Хотя в траншеях немалой популярностью пользовались керосиновые зажигалки, многие солдаты продолжали использовать обычный огневый и улучшенный труд. Хлопчатобумажный фитиль вымачивали в селитре или хромате свинца, чтобы он лучше загорался. Гасили такой труд очень просто, засовывая обратно в цилиндр, где он обычно хранился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok